Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, мы с вами в Икзаниме и сразу несколько вещей, которыми я хотел бы с вами поделиться. Во-первых, вот этот вот труп. Я зашел сюда и этого трупа здесь не было. Я собирался начать серию, но мне пришлось на пару минут отвлечься. Так вот, игра не стояла на паузе. Кстати, ну да, пауза здесь работает. Пришел к нам вот этот вот чувачок. Стоял-стоял, смотрел-смотрел. Потом вдруг стал резко агрессивным и наш напарничок его завалил сам. Просто двумя ударами, не получив урона. Сейчас мы у него спросим, как у него дела. А он такой, а, он говорит, у меня все хорошо. Так, второе. Почему все на английском? Я переключил игру на бету. Вышла официальная релизнулась бета. Видимо, она релизнулась чуть-чуть раньше, чем я это сделал. Ну, вот спасибо, в комментариях мне написали об этом. И все, в общем-то, я переключился на бету. Первое, что вы, наверное, слышите, что очень сильно изменилась музыка. Мы все еще на первом этаже, но музыка поменялась. Некоторые модельки вещей, некоторые текстурки. Поменялось довольно много чего. Так что будем играть теперь так. Но также слетел русификатор. И у нас теперь все надписи обратно на английском. Урэй! Да, и есть еще небольшая проблема. У нас некоторые записки поломались. То есть, некоторые до сих пор в порядке. Как вот эта вот, например. Она на английском, и все с ней хорошо. Но некоторые записки теперь выглядят вот так. Я радуюсь, что это не случилось в прошлой серии, когда мне нужны были записки, и там был риск их поломать. Ну, ладно. Насчет книг, по-моему, то же самое. Часть книг такие, часть такие. Но фишка в том, что это наше второе прохождение. И все эти записки, все эти книги мы с вами уже видели, читали. Поэтому даже если что-то будет сломано, я думаю, что нам это не особо повредит. Теперь, насчет вот этого места. Где мы сейчас? Мы сейчас правый центральный сектор карты. Вход в тюрьму. Я пока бегал. Я заметил, что дверь была закрыта. Но так и не смог найти к ней ключ. Потом я подумал, что ключ у охранника. Я ударил охранника. Он убежал, я не смог его догнать. Я пошел дальше лутать карту. Нашел пару вещей. Побывал в всех тех местах, в которых мы с вами уже побывали. Потом вернулся сюда и случайным образом наткнулся на охранника. Вон там, в коридоре. Это не он, это другой чувак. И убил его. И у него оказался ключ. И с этим ключом мы пришли сюда. Кстати, теперь смотрите. Пояс выглядит вот таким вот образом. На него сменилась картинка. Вообще на многие вещи сменились значки. Пойдемте. Я так посмотрел, что вроде как вот эта вот тюрьма. Ну, если это тюрьма. Это вроде как закрытая территория. И заканчивается она тупиком. Поэтому было бы очень интересно исследовать. Я нажал этот рычаг. Открылась дверь. На нас выбежал вот этот дурачок. Мы его убили. Я решил выйти из игры перед тем, как я пойду туда. А потом оказалось, что к нам вышел еще один дурачок. И мы его тоже завалили. Все, идем сюда. Я здесь еще не был. То есть я заходил сюда. Вот эти двери я открыл. Чисто открыл. Я даже внутрь камер не заглядывал. И все. Пойдем мы сейчас лутанем немножечко. Вообще, с вот такими мечами и с таким вооружением для нас что-либо перестало представлять серьезную угрозу здесь на первом этаже. Потому что любого юнита мы валим буквально с двух-трех ударов. Пока я ходил, лутал те места, где мы уже до этого были на записи, которые у меня обнулились после испытания. Потому что я сдох пару раз. Так вот. Там была парочка агрессивных типов. Но они настолько быстро расклеивались. Ты подходишь к нему с мечом и делаешь пару ударов. И все. Человек уезжает. Даже если это не человек. Фишка в том, найду ли я здесь что-нибудь. Также спасибо. Кинули мне тайм-код в комментарии, в котором мне говорят насчет закрытой двери в кладовку. Я после этого быстренько пойду, гляну, что там и как там. Хм. Интересная какая штука. Для похудения, наверное. Это был центр. Тут помогали людям худеть. Были целебные источники. Ау. Музыка не то, чтобы она стала... Она стала другой. Чуть-чуть в нее вплели основную тему. Экзанимовскую. То есть тут есть своеобразная музыка. Стало лучше. Пожалуй, стало лучше. Но дело в том, что я просто как-то привык к старой музыке. Хоть она была более однообразная. Но я к ней как-то привык. И теперь... Теперь чувствуется просто по-другому. Ну, наверное, на то и рассчитываю. Да, открывайся ты. Что? Заперто? Ха. А у меня нечем это открыть? Серьезно? Да я вижу, что ключ. Но эти ключи явно сюда не подойдут. Да, это... Так. Да ну кликнись ты. Да. То есть еще раз. Вот этот нижний ключ, это ключ от... Тюрьмы. И он сюда не подходит. А вот это интересно. У кого мы можем найти ключ? То есть я вроде как... Обыскал тех ребят. Надо будет посмотреть. Может я ключ-то где-то найду. Там может быть что-то интересное. Да, ну и не зря же заперли, скорее всего. Ха. Тут у нас... Поджигатели? А, да. Кстати, я забыл вам сказать. Заодно завезли еще и... Лаги. До этого в экзаниме никогда не было лагов. Теперь, здравствуйте, они появились. Тут у нас поджигатели. Это тоже интересно. А зачем мне это? То есть четыре поджигателя. Ладно. Нам туда внутрь, я так понимаю? Ну-ка пойдем посмотрим, что у нас тут. Интересненького. Тут у нас комод. А, в котором бил. Но так-то у нас бил уже есть. Ты можешь что-нибудь подсчитать? Может что-нибудь это? Ключика я здесь не вижу. Вот это что такое? Ха. Рукоятки. Это... Это зажим. Это топорик. Топорик. Тут на полочках ничего такого не будет. Ладно. В тумбочке тоже ничего нет. Сундука не будет никакого. Наверное, может... Возможно, будет дальше. Ну что я надеюсь. Тут... Это похоже на камин какой-то. Да, кстати, как вы поняли, я тоже за кадром сбегал еще раз к скелету. К мертвецу забрал его кинжальчик. Кинжальчик в самом деле имеет наполовинку больше урона, чем меч. Но просто у него радиус поменьше. Нашел третий меч. Тоже забрал его с собой. Карта, ахилка, это все понятно. Забрал с собой сундучок мертвеца. И не знаю, то ли я в прошлый раз плохо попытался, то ли до этого нельзя было реально положить его с собой. В этот раз я его с собой забрал. Это... Это не книга. Да, это просто подставка, да. Это нам не нужно. Ну ладно, тут получается ничего интересного. Уходим отсюда. Пойдем дальше, посмотрим. Пройди, пожалуйста. Посмотрим, что у нас здесь. А тут... О, тут стол. И тут сундук, о! Хорошо, ключ. Как минимум. Его я заберу. Я думаю, что он от той клетки. Посмотрим. Очки. Я их одену. Мне пофиг. Так, и возьму, наверное, коробочку для ключей, что ли. Ну, то есть, под первое этажа. Потом просто сложу их, чтобы они не мешали. Надо будет глянуть. Так, тут у нас... Тут у нас булава есть. Кстати-то. Булава, которую я, наверное, возьму. Тут у нас... О! А они лучшие? Ну-ка. Тут два полтора-два. Тут прям хорошо. Кожный фартук. Булава наручи. Булаву наручи. Мы сейчас с нашим дружище поговорим. Возможно, он захочет себе что-то. Булаву я ему, наверное, сейчас не дам. Пусть с мечом ходит. Что у тебя за наручи? Полтора-один-полтора. Ну, эти получше будут. Поэтому отдаем. Спасибо. Булава пусть полежит у тебя в инвентаре, наверное. Так же, как и дубина. Вот так вот сделаем. Хорошо. Это был неплохой лут. И ключик нашли. Тоже приятно. Видите, видите? Начинаются вот эти вот подлагивания, которых... Которых не было. А тут... Просто плита чего-то, угля или чего. За вот этой штукой ничего у нас нету. Вроде ничего. Та-дам! Музыка явно угрожающего характера. Погодите. Давайте я сверюсь с картой. У нас тут... Да, вроде как... Да, это вот он и есть. Тот самый тупик. Иди сюда. Да, вот даже с вот этим промежуточком на стене... Тут тайны никакой нету, а? Ну, на карте никакая тайная комната не указана. Надеюсь, что и здесь... Ну, как бы, я надеюсь, что тайны все-таки будут. Может, что-то добавили. Я даже не знаю. Хорошо. Тут вроде все. Пойдем тут ключик тыкнем и попробуем, открывает он или не открывает. Я думаю, что он все-таки открывает. Что вот это вот за место? Ну, это просто комната сжигания. Тут четыре камеры, но... Я не думаю, что это что-то прям важное. Если это важно, то пишите в комментах. Не знаю. Я, в принципе, не особо собираюсь... Ау, блин. Не особо собираюсь задерживаться на первом этаже, потому что... Ну, мы почти все здесь уже... Осталось после этого одну комнатку пойти глянуть. И мы в шоколаде. Да, это ключ отсюда. И что у нас тут? Погодите, ну... Так, уберись. И зачем? Зачем я это открыл? Погодите, что здесь? А-а-а, вот что здесь. А здесь двуручник. Здесь, зараза, огромный двуручник. Ха! Я и подумал, что не может же быть просто так все. В общем-то, мое мировоззрение сейчас начинает потихонечку меняться. В то время, как после первого прохождения я говорил, да ладно, на первом этаже невозможно найти, в принципе, меч, ты будешь ходить только со всяким говном. То сейчас мы ходим, у каждого есть обычный меч. Мы нашли офигительный короткий даггер. И мы нашли еще и двуручный меч, которым можно махать. И все это на первом этаже. Это очень вкусная находка. Хорошо. Суперски. Извините, ребят, вам всем пришлось умереть, чтобы я получил двуручник. Хорошо, давайте я тогда сейчас на паузу нажму и быстренько добегу до момента складовки. И попробуем там найти ключ, потому что мне подсказали, что вроде как он там есть. Давайте минуточку подождем. Блин, я, наверное, немножко не успел. Мы пока бежали, зашли в одну... Ого, 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 ого. Дружище, погоди. Ох, ты ж. Отступаем. Это у нас дружище с двуручником, да, который... Вроде как, грубо говоря, босс первого уровня. Неплохо он мне так нападал, даже красного урона нанес. А вон его двуручный меч. То есть, да, это второй двуручный меч, который тут можно найти. Хорошо. У него неплохие вещи, но вроде как у нас все получше будет. Так, тут пояс, тут еще что-то. Блин, он мне неплохо красного урона нанес. Я просто не ожидал, что он на нас тут выскочит. Я собирался пробежать. Как бы, грубо говоря, рассчитывал, что здесь... Никого уже нет, но я немножко ошибся. Так вот. Вообще, зачем я начал запись? Здесь мы пробегали, и наш дружище сделал такую заметку, что, мол, это что, магические лампы? С таким удивлением. Так, у него Билл. Давайте мы ему тоже дадим двуручник вместо Билла, потому что вот так вот сделаем. Да, Билл пусть у него в инвентаре будет, а двуручничек пусть... Вот этот чувак, насколько я понимаю, это с двуручником, которого мы сейчас убили, это самый сильный чувак первого уровня. Ну, на первом уровне здесь. Он тут то ли бывший военный, то ли что-то такое. И... Блин. Я не ожидал, что я с ним здесь столкнусь. Это мы сейчас... Ага. Мы сейчас сюда наверх... Я собирался к той кладовке пойти, поэтому я, наверное... Хотя, раз уж мы здесь, давайте сходим. У нас прокачался магический навык. Давайте мы его сюда. И следующий мы сделаем какой? Так, а это у нас... А, это чтобы разозлить какого-то чувака. Чтобы он на кого-то напал. Общее спокойствие. Недоступно. Доверие. Позволяет кому-то доверять тебе на короткий промежуток времени. Так. Это запутать, чтобы он не узнавал остальных. Давайте я, наверное... Хотя, ладно. У меня вот это уже поставлено. Я никак не привыкну, что у меня есть магия, и что ей надо пользоваться. Это немножечко проблемно. Ладно. Мы сейчас... Я пытаюсь понять, где мы. Секунду. Ну, тут закрытые двери. Хорошо. Раз закрытые двери, давайте походим, поисследуем. То есть, возможно, что я здесь реально не был. Книга. Так. Страницы, покрытые кровью. Мне говорили, да, что наш другалек будет делать иногда всякие интересные замечания. Я постараюсь, чтобы мы их все не упустили, эти замечания. Поэтому... Книжку я прихвачу с собой. Так. Его, кстати, сильно покоцали, не сильно. Ну-ка. Та-та-та-та-та-та. Как у тебя дела? А, у него все в порядке. Тут у нас трупешник. Трупешник пустой. Так же... О, тут еще одна книжечка есть. Так же говорят, что можно вроде как потроллить его. Посмотрим, как это все будет просеять. Стол пустой, к сожалению. Книжка. Книжка про... Про забытого. Ага. Да-да-да-да-да. Про особенности памяти. Так, хорошо. Книжку я прихвачу с собой. Жалко, что она так открывается. Ладно. И записка. Что у нас в записке говорят? А, вот как раз у нас из поломанных записка попалась. Ладно. Мы их в любом случае будем читать, потому что за это у нас капает экспа. Блин, не знаю. Вот эта фишка с поломанными записками, это немножечко проблема. Хорошо. Поехали дальше. Да, иногда вот здесь в бетке появились вот такие вот ложные срабатывания. То есть ты кликаешь дверку на себя, а она ведет себя, как будто ты ее толкнул. И такой, да погоди ты. Просто ящик с бутылками. Тут полно бутылок. Тут полно... Реально пустая кладовка. Оп, оу, оу. Знаешь, мне кажется, я реально наслаждаюсь всем этим путешествием или чем, или атмосферой. Ты о чем? Ну, да, он с нами разговаривает. Прикольно. Он дает всякие комменты. Я уже думал, что не дождусь этого, но опа, оно есть. Хорошо. У нас тут какая-то тупиковая комната. Сейчас я попытаюсь определить, где мы вообще. Так. Комната со входом так и выходом так. Которая выходит в коридор. Ладно, тут у нас есть еще одна дверь. Пойдемте заглянем. О, тут есть книжечка. Забытая сила... В соответствии с... Ой, у меня еще уровень прокачался. В соответствии со сказанным в этой книге люди очень могущественные и бессмертные существа, которые забыли свою настоящую природу. Свою настоящую силу. Которые живут, проживают свою жизнь по определенному моральному коду, которые проводят определенные ритуалы и едят определенную еду. То есть, находятся на определенной диете. Можно добиться великой силы и достичь невероятных возможностей, а также бессмертия, если все это делать. Ну, то есть, как там в мемчик говорил, типа, что если бы мы использовали наш мозг на 100%, ну, типа того. Так, тут больше у нас ничего нет. Отлично. А почему... Э, погоди. Э-э, equipment. Ходи, пожалуйста, с одноручным. А, стойте. Это, это, случайно, не комната некроманта? А, блин, да. Я посмотрю, что можно сделать с этим. Я пока что, ну, говорят мне там, типа, или удали русификатор, или что-то такое, но я пока не уверен, как это все будет работать. Я еще ничего не предпринимал. Так, полтора-два, это похуже. Перчатки? Перчатки явно лучше, чем у меня. Да, хорошо. У нашего друг Алька перчатки такие же, по-моему, как у меня, поэтому я ничего не скажу. Так, у нас тут шелковая рубашка. Ммм, мягенько. Так, и у нас тут жизнь Линуса Фендрика. Это мы точно читали уже. Я не буду сейчас это перечитывать. Там нам описывают, как этот чувак потихонечку уходил в затворничество и был великим некромантом. Так что, ладно. Тут у нас... Да, это, получается, комната некроманта. Да, отстань ты от корзины. Здесь у нас еще две двери. Здесь он купался, мылся, поливался. Здесь... Опа. Погодите. А тут даже ящика не будет. Эх, это печально. Так, мне, пожалуйста, вот это, и мне, пожалуйста, вот это. Спасибо. Поскольку у нас даже на первом этаже начало появляться, ну, грубо говоря, тяжелое и неудобное броня, мне нужно бы прокачивать легкость движения в броне. Вот эта шапка, замечу, что подоб... Молодец. Мы в прошлом прохождении, насколько я помню, на первом этаже вообще не получили никакого шлема. Мы с первого этажа ушли без головы. Только на втором этаже мы с вами получили вот такой вот кожаный шлем, как у нас в инвентаре сейчас валяется. Так, сейчас я пойму, где мы находимся. Я понял, где мы находимся. Это было проще, чем я думал. Хорошо. Значит, вот комнату некроманта мы облутали. Чертов стульчик. Да встань! Он еще так долго валяется, такой, типа, я сейчас подымусь. Так, надо сосредоточиться, как отсюда выйти. Это мы выходим в общий коридорчик. Тут нам нужно сюда. Тут нам нужно сюда. И нам нужно сюда. Все, отлично. Мы попадаем, куда нужно. То есть, по идее... Да, этим путем я ни разу не ходил. Это у нас огромная комната. Вот это. По идее, сюда мы должны были попадать через этого босса. Я к выходу попал... Ой, тут записка валяется. Я к выходу попал через испытание. Здравствуй, записка. Блин, неужели все записки будут поломаны? У нас же есть записки, которые уже подбирал, которые не поломаны. Черт. Ну, так вот. Я так к выходу попадал через испытание. А потом накинул круголька через шорткат с правой половины карты. И потом уже пошел, забрал нашего дружище вот этого. То есть, получается, здесь я реально не был ни разу. Сейчас мы выходим... Выходим к выходу, насколько бы это ни было от автологии. У нас огромная длинная карта. Да. А вот это вот у нас выход из испытания. Да, отлично. Хорошо. Все. Теперь давайте вот отсюда. Точно я там уже везде был. Нажимаем на паузу, бежим в ту кладовку проверять. Вот эта комната с двумя трупами. Мы сюда добрались довольно быстро. Так. Ключ от этой же комнаты здесь. Мне еще говорят, вон твой напарник тебе подсказывает. На какой-то секунде он смотрел то ли сюда, то ли что-то такое. Так. У самих чуваков этих точно ничего нет. Я хочу просто попереубедиться. Да встань ты. Да. У самих этих чуваков ничего нет. Что у нас тогда здесь? У нас бочки поднимаются, у нас крышки поднимаются. Что происходит? Красавец просто. Так. Вот эту балку мы уберем отсюда. Факел поверни сюда. Крышки бочек никак не поднимаются. Это у нас осталась последняя заперта дверь. Я тупо проверю все ключи на ней сейчас. Нет. 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 И нет. Так. Хорошо. Ключ. Неплохо. Бочки двигаются. А. Вот он. Он просто под столом валялся. Ай. Блин. Окей. Все. Понял. Спасибо. Понял. Понял. Я столько играю, столько задавался вопросом где же этот чертов ключ и вот только сейчас он просто под столом валялся. Ай. Как обидно. Я мог бы гораздо раньше узнать об этом. Тут кладовка с трупом. А это интересно. И у него так. у него ботиночки такие себе. У него штаны такие себе. У него рубашка такая себе. И сундук. Вот. Что гораздо более важно на мой взгляд. А здесь шлем. Кожаный шлем. Такие у нас уже есть. Хорошо сделанный шлем в хорошем состоянии. Блин. Там больше ну и кружка черт. Я немножко на большее рассчитывал. Но я понимаю что тут мне не дадут какой-то супер мупер награды. Я понимаю что я сюда пришел довольно поздно. То есть это одна из первых комнат которая попадается. Ладно. Теперь мы знаем секрет этой комнаты. Что здесь произошло. там внутри труб. И ну грубо говоря сундучок с минимальным лутом. Но он есть. И мы это знаем. Хорошо. Тут до выхода просто уже рукой подать. Мы вот обратно бежим сюда. Но. Но. На этом получается что у нас первый этаж исследован полностью. Все двери открыты. Все комарки проведаны. Все везде найдено. Суперски. То есть каких-то сколько три с половиной серии. Да. Но. На этот раз мы с вами полностью исследовали первый этаж. Не сбежали с него как можно раньше. А прям реально исследовали. И у нас все хорошо. Все нормально. У нас есть карта первого этажа. У нас есть ключи от первого этажа. Давайте все ключи от первого этажа я сейчас сложу. Их оказалось довольно много. Так. И еще маленькая такая ну не то чтобы проблемка. А. Карта первого этажа хорошо известна. Я к ней более-менее неплохо ориентируюсь. Потому что он грубо говоря теперь уже такой заезжен во все стороны. Но я абсолютнейше не помню карту второго этажа. Поэтому мы сейчас пойдем. Главное не упасть. Пожалуйста не упади. Ну чтобы ты загрузился. Спасибо. Тоже было бы суперски. Да. Мы на втором этаже. И я абсолютнейше не помню карту второго этажа. Оу. Во-во-во-вот. Это тот же самый вопрос которым я задавался играя в это первый раз. Типа если мы пробуем выбраться то нафига мы лезем еще дальше. Это очень хороший вопрос. Так. Тут у нас закрыто? Нет. тут у нас закрыто. Если я правильно помню я неправильно помню. Ладно. У нас есть центральный зал с двумя проходами право-лево. Этот будет закрыт? Да. Этот будет закрыт. Хорошо. Я просто вот это начинаю потихонечку вспоминать. Я сам этаж не помню. но я начинаю вспоминать некоторые маленькие подробности. Это у нас будет закрыто. Отлично. А вот это тоже? Да. Это у нас тоже будет закрыто. И рычаг вон он с той стороны его видно. Хорошо. Ну идем исследовать. Что нам еще остается? В принципе я себя чувствую довольно уверенно пока что в таком снаряжении. Поэтому... Ну хотя вон тот чувак с двойным мечом он все-таки сумел мне немножко красного урона накинуть. Это неприятно. Надо будет еще посмотреть как я буду лечиться и как это все будет происходить. Я наверное... Ну пока я не найду следующую бутылку я точно лечиться не буду. Потому что мне нужно всегда одну бутылку экстра держать для нашего спутника. Я не знаю как у нас повернется жизнь. И насколько все будет плохо. Поэтому нужно будет всегда держать одну бутылочку экстра. так тут у нас стиральная комната закруглен ой сундучок в сундучке шмотки но такие шмотки но типа да тут нечего делать получается получается что сейчас когда мы довольно неплохо упаковались с первого этажа второй этаж опять же нам нужно будет высушить досуха чтобы он нам дал хоть что-то хорошее найти какие-то или секретки которые здесь есть или какие-то комнатки или какие-то ключики я вообще не помню что есть на втором этаже единственное что я помню что на втором этаже есть два выхода на третий этаж и на второй с половиной и нам нужно обязательно попасть на второй с половиной потому что там есть один друголёг с которым я очень хочу встретиться тот скелет огромный которого я испугался в прошлый раз он застрял я его убил в пятку пока он был застрявший я бы наверное хотел бы с ним сразиться насколько это возможно то есть да зомби в принципе мирные но они вот так вот становятся успокойся успокойся как у меня там погодите таш ты офигел воспользовался блин магией для успокоения до свидания я тебя задел или он тебя задел погоди ты как вообще банка нормально не сильно его задели хотя мне показалось из плеча полетела кровяка прям такая но ему нормально надо вспомнить ой там еще какой-то ходит так это почувствовать разум это почувствовать разум вот это колм второе да второе успокоение на двойке у меня но почему-то это пока что мне не очень красиво получилось использовать так все помирились что что не так с магией почему они начинают у нас нападать и почему у меня то есть вот я нажимаю двойку я пока не понимаю точно как это работает то есть да оно разбросано по цифрам да оно все вроде как выставлено все но я не могу ничего с этим сделать и более того они что-то агрятся я не хотел бы всех убивать то есть ну без причины то если на меня никто не нападает я стараюсь никого не трогать кстати а а секретка со шлемом у нас на втором на третьем этаже что-то мне кажется что на третьем так высокие сапоги может быть тебе они подойдут какие у тебя сапоги покажи полтора и полтора тут все наполовинку но они типа высокие поголи нет ладно ладно покрытие это конечно хорошее но они не защищают поэтому не надо подшлемничек о кесет кесет я возьму кстати хранить там всякую билиберду вот этот сундук наверное я потом все-таки где-то выброшу просто я пока в него складываю макулатуру этот подшлемник он довольно неплох это лучше чем то что у меня да это лучше чем то что у меня хорошо оденем у меня еще и кольчужный подшлемник там есть и вот этот то есть голова относительно неплохо прикрыта там ничего нету я теперь вот не знаю стоит ли мне перекладывать все эти вещи с полки на полку если есть ли под ними что-то или нужно забить так тут бутылки здравствуйте о шлем по моему по моему вот это вот как раз второй этаж где мы первый раз нашли шлем но дело в том что сейчас у нас положение по шлему гораздо лучше легкое тут у нас от порезов лучше так а у тебя что жалко нету отдельной кнопки на его инвентарь у него такая же два полтора то есть у него еще и получше чем у меня бронька так то нет тогда нам это не надо у него наполовиночку получше чем у меня ну и хорошо на здоровье знаете еще забавный факт в том что пока я бегал за кинжалом на первом этаже я попросил его подождать почему-то мне показалось я побоялся что он может свалиться в пропасть не знаю почему в первый раз мы с ним отлично прошли вместе но в этот раз я попросил его подождать когда я вернулся к нему рядом с ним лежал труп то есть он тоже кого-то принял ой гамбизончик неплохой конечно лучше чем чем то что у нас было да да потихонечку дальше обматываемся броней тоже положительный эффект это какие-то у нас казармы не казармы я уже не помню так а это поножи да ай блин для этих поножей нужны они хорошие они прям хорошие ну не кстати не лучше чем ботинки для этих поножей нужны низкие туфли ну я с собой их потаскаю посмотрим может что-то и найдется так тут у нас трубка тут у нас куртка вроде как ничего такого шлем о перчатки тоф крутые грубые типа шлемы у нас все одинаковые да вот такого вот типа а нет этот получше heavy leather этот у нас тяжелый кожаный шлем а есть простой кожаный шлем хорошо перчатки на два с половиной один два даже лучше чем наши а эти мы тогда дадим нашему другальку сейчас сейчас я долутаю я не хочу просто за каждой шмоткой к нему обращаться но если мы найдем еще что-нибудь было бы неплохо копье короткое копье проникающая атака просто огромнейшая давайте-ка я его возьму ой наплечники а наплечники кстати да мы же с вами нашли так два два один полтора это точно такие же да точно такие же это для нашего друга опять же подойдет очень хорошо коробочку я с собой прихвачу и кисет ну нет кисет у меня уже один есть я вижу что все-таки довольно полезная штука таскать с собой коробочки всякие мешочки оно потом пригождается особенно потом еще когда мы будем находить камушки энергетические это тоже будет очень полезно вон я вижу еще один ящик наверху уж не знаю насколько он будет полезен а он будет полезен так два с половиной два два с половиной А погоди, это у нас Которые... Да, они Под эти перчни у нас не подходят Два с половиной, два, два с половиной Перчатки у нас Полтора... Они круче, чем перчатки, кстати Знаете? Я их пока вот так вот и Поношу, наверное Конечно, есть возможность, что пальцы отрубят Это будет не очень красиво, но Как бы защита для запястья Очень хорошая Ты у нас Другалек Или может тебе их дать То есть у тебя перчатки, которые Подходят под это все, да? Под наручи Ну-ка Два, два с половиной, два Два с половиной... Ну-ка, вот так вот Если мы сделаем Да, у него подходят А я тогда одену вот эти и... Перчатки я не смогу теперь одеть, да? Да, ну давайте хорошо Тогда вот в этих перчатках похожу Вот, блин, на коленнике А что у тебя с сапогами? По полторушке По полторушке нет, пока что нет Вот тебе на плечнике, да? Это хорошая вещь Перчатки... Они хорошие, но они не будут совместимы с этими... Да, с этими наручами они не будут совместимы Поэтому мы сделаем вот так Наручи мы пока тоже уберем сюда А вот это вот у нас... Ага Это очень жесткие наручи, погоди Это очень крутые наручи Я вот, наверное, вот эти возьму Или это... Они куда-то оделись, погоди Ладно Окей Окей Что-то куда-то оделось Что-то добавило мне брони Я не против Так По ножи... По ножи пусть... Ладно, пока у меня появляется Я что-то слишком много времени на это трачу Зашли, неплохо полутались Отлично Так, хорошо Вроде как... Тут все Мне кажется Спасибо солдатскому приюту Черт, я пока здесь ходил, я заблудился А это... О, стоит, сундук Тут меч Хороший Лучше, чем то, что у нас сейчас То есть, смотрите У него Два с половиной На три с половиной На тычковый Три с половиной Тут два с половиной Знаете что? Я-то все равно только машущими атаками Дерусь Может быть, мы этот меч дадим Нашему другальку Который умеет хорошо тыкать Ну-ка, погоди Иди сюда То есть, машущие атаки У этих мечей одинаковые Но у этого меча очень хорошая Пронзающая атака Блин, наверное Нож тогда теперь в этой ситуации Уходит И дубина тоже Сделаем вот так Это хороший меч Мне он нравится Я найду что-то подобное Я его тоже возьму Но пока что приоритеты Расставим именно таким образом Потому что Он пользуется более широким Спектром Атак, наверное Чем я Он сам по себе Вроде хорошо дерется Но если мы дадим ему Хорошее снаряжение То почему бы не Ха-ха-ха-ха Так О, щит Иди сюда Ты У него баклер Баклер Мы сейчас поменяем На вот эту штуку У него просто покрытие Будет лучше Чем у баклера Два с половиной держит Этот Три держит Отлично Баклер До свидания Так-то Не знаю У меня Баклер есть практически Во всех играх И практически во всех играх У меня к нему легкое Недоверие Что ли Так что О Такой же Три Этот более Так, погоди Книжечка Королевство За Ну Вроде как Наверное Мы это Читали Мне кажется Хорошо Складываем в сундук И вот этот меч Берем уже для нас Машущий Три Машущий Два с половиной Да Тут Машущий Именно Больше Это другой меч Другого чуть-чуть Типа А вот это Ты кто такой Вообще Это трубка Нормально Хорошо Заапгрейдили оружие Для нас Заапгрейдили оружие Для напарника Что-то мы неплохо Так зашли Полутаться Прям с самого Начала серии Зашли Ну Начало серии Я имею ввиду Начало Комнаты Зашли на второй этаж И попали сразу В лутарню Где полностью Обновили себе Оружие Полностью Закинули еще Броньки И тот Все В общем-то Мы сейчас Ходим С довольно Нормальными Мечами У меня О Вот это Вот я Обыскивал А ну А тут очки Кстати Дополнительные очки Бонус Хорошо Хорошо Так Кесет Все Я думаю Что тут Мы закончили То есть Так-то По-хорошему У нас есть Еще и вот Такой Огромный Стоп А где Мой Огромный Двуручник Погодите Я что-то Не понимаю В этой жизни У нас же было Два Двуручника Или мне кажется Ну Секундари Он Вот Вот Его Огромный Двуручник Я думал Что у меня Тоже Тяжелый Плохо Сбалансированный А Так А если Я возьму Копье Это Кстати Короткое Копье Одноручное Неплохо Так Так у нас тут Два меча Давай один меч Я тебе отдам Это вот из наших Обычных мечей Кинжальчик Погодите Я где-то Затупил Мы же Один меч Нашли В тюрьме Один меч Мы выбили Из Чувака Который На нас напал То есть У нас по идее Должно быть Два Двуручника Где я посеял Второй Тоска Печаль Так Гамбизон Гамбизон Я заберу Для нашего Напарника Потом Отдам ему Когда Мы с ним В следующий раз Будем о шмотках Говорить Неплохо Тут все так Размотано То есть Все разбито Все это О Привет Еще один Подшленчик Вот Туфли Низкие Сапоги Сапоги Пониже Пониже Будет Да А Хотя Ну Не Настолько Уже Пониже У нас Область Паха Получается Остается Открытой Надо будет Как-то Проанализировать Кто и куда Нас бьет Вообще Нам чаще Всего Прилетают Откровенно Плохие Атаки Сверху Которые Нас Гасят Так Нет Че это Я тебя На двуручники Оставил Нужно Тебя Вернуть Обратно У тебя Хороший Меч С ними Ходи Так Вот такая Штука Да Явно Лучше Чем То Что У тебя Было Подшлемник Этот У нас Один Полтора Один Этот Ну Вроде Как Получше Будет Да Это Мы Выкидываем Это Выкидываем Полтора Один Полтора Два Ну Да У него Фартушек Тоже Получше Будет Супер Залут Прошел Удачно Правда Насколько Удачно Покажут Ближайшие Бои Но Мне Кажется Так Красная Фигурка Дудочки Шмудочки Ну Вроде Как Табуретки На пути Они Реально Бесят Так Ну Что Это У Нас Да И Здесь Мы Тоже Были Хорошо Получается Сюда Мы Черт Или Мы Сюда Тоже Заходили А Сюда Мы Тоже Заходили Я Потерялся Хорошо Но Это То Что Мы Залутывали Да Тут У Нас Уже Все Было И Вот Это Все Тоже Было Да Сейчас Секунду Я Найдусь Так Комната Никуда Не Ведет Эта Комната Никуда Не Ведет Здесь У нас Грубо говоря Обеденный Ой А ты Откуда Взялся Обеденный Зал Здесь А Вот так Вот Это Все Было Да Мы Вот Отсюда Пришли Потому Что Вот Трупы Которых Мы Убивали Ну Да Трупы Они Тогда Хотя Они Тогда Тоже Уже Были Трупами Это Были Зомби Правильно Вот Вот Здесь Мы Еще Не Были И Сюда Это Обычный Туалет А Погодите Длинная Комната Я Начинаю Вспоминать Что И Где Находится Длинная Комната Да 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 Была Такая Фишка Чувак Мы Не За Тобой Успокойся Там Еще Один Перец Давай Да Ты Подвинешься И у Нас Все Будет Хорошо Точно Это Классная Комната Да 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 Я Начал Вспоминать Что И Где Длинная Комната Классная Комната Потом С 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 Очередной Компас Который Я мог бы Запросто Пропустить На первом Этаже Леггинсы Которые Явно Лучше Чем А Миночку Это Эти Кольчужные Мэйл Да Точно Кольчужные Поножи Кольчужные Это Сюда Хорошо У нас Тут Еще Одна Классная Комната Кафедра Соплеживание Это Выход Также В Длинную Комнату Да Да Хорошо У меня Начинает Потихонечку Восп... О Там Комната Желки Больно Выпусти Меня Да Выпусти Это Было Чуточку Рискованно И Наверное Не оправдано Ладно Если Я и получил Красный Урон То Совсем Немножко Ну Ладно Меня спасает Шлем Вот этот Шлем Он Прям Очень Хороший То Что Мне Прилетело По Башке Меня Сейчас Выручил Опять Шлем Не Надо Ловить Удары По Башке Ты Агрессивный Нет Ну Что Тут Твои Ребята Вообще Что Не Очень Хорошо Себе Ведут А Запертая Комната Прикольно Взял Сбежал Все Нормально Договорились Чиканутые Упырки Я Не Собирался Всех Убивать Ну Блин Так Получается Просто Иногда Это Заперто Нет Это Не Заперто Хорошо Так А Вот Это И Это Не Заперто Это Просто Фантастически И Мы Выходим К Это Случайно Не Начало Да Где Мы Заходили Так Север То У нас Вон Там Был Это Мы Заходили Вот Сюда Вот Это Начальная Комната У нас Да Хорошо Все Давайте Тогда На этой Комнате Пока Сориентировался Остановимся Продолжим Уже В следующей Серии Спасибо Что Были С нами Всем Удачи Добра Бобра Всем Молодушек Всем Покеда Субтитры Субтитры